Десятки лет парк Дубки был запущенным. Местные жители по вечерам боялись там даже пройтись. Но за два года зелёная зона кардинально изменилась. Теперь здесь безопасно и оживлённо. В парке появилось освещение, благоустроенные дорожки, детские спортивные площадки. Раньше было вообще отлично. Это был просто рассадник наркомании, я так предполагаю. Потому что здесь везде были бутылки, была грязь. Ну, в общем, не очень. Было страшно ходить. Естественно, здесь преображение разительное. Детям наконец-то есть где погулять. Наконец-то сделали освещение, сделали тропинки, дорожки. Это очень здорово. Дети могут кататься на велосипедах, на самокатах, на роликах. Здесь, кстати говоря, хотелось сказать, замечательная площадка, где велотренажёры находятся. Туда можно прийти и позаниматься бесплатно. На встрече также обсудили вопрос очистки реки Борзовки. Она протекает через парки из танкозавода и Дубки. Рядом с ней живут почти 150 тысяч жителей района. Нижегородцы обращались с этой проблемой к депутату Гордумы. И первые изменения уже заметны. На берегу прошёл масштабный субботник. С помощью волонтёров убрано и вывезено больше двух тонн мусора. И мы с жителями не остановимся. Могу сказать, потому что мы участвуем в субботниках. Это здорово, что у нас проходят и субботники по очистке берегов. Что мы не просто с жителями обозначаем проблему. Мы готовы сами включаться. Мы готовы помогать, содействовать. Поэтому этот вопрос важный. И мы надеемся, что всё-таки Борзовка у нас будет чистая. И она будет местом притяжения наших жителей. Сейчас Борзовка включена в федеральный и региональный проект сохранения уникальных водных объектов. Идёт работа над проектом и с Медой. Сейчас у нас есть ряд контрактов на три реки. Это на Борзовку, на Имзу и на Княгинку. Это проектирование по расчистке. В настоящее время ведётся работа по проектированию. По завершению работы будем проходить экспертизу. И по итогам экспертизы, надеемся на её положительное заключение, будем включаться в национальный проект экологии, в федеральный проект по сохранению уникальных водных объектов. Планируем, что в ближайшее время будет у нас степоплан и все работы будет решена. На встрече в парке Дубки речь шла и о детских садах, и о спорте. Жители задавали депутату вопросы и давали наказы. Очень важно вести диалог с жителями, чтобы они понимали, что про них не забыли. Важно устраивать встречи, отчёты, чтобы они понимали, что вот эти наказы исполнены, вот эти наказы в работе, да, и требуют времени. Поэтому вот такой формат встреч, как сегодня, отчётный, он очень важный, я считаю. И очень приятно, что сегодня здесь у нас присутствовали вообще и глава района, и профильное министерство, которое, например, по борзовке нам помогает. Это ещё раз показывает, что нет незначимых встреч. Депутаты «Единой России» в Госдуме добились увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды. И Нижегородская область смогла получить дополнительно полтора миллиарда рублей на обновление 118 общественных пространств и 114 дворов. Продолжение следует...